Я считаю внутренние и внешние есть угрозы. Внутренняя угроза — это обессмысливание вообще русских, обессмысливание русской культуры и обессмысливание русской идеи, выхолощивание и превращение в служанку правящих элит, соблазн государственности, который нас преследует. Это внутренняя угроза. Если русским не предоставят возможность быть русскими со всей сложностью русской идеи, русского мышления, то тогда все это вообще не имеет никакого смысла. Просто будут какие-то люди от имени русских править и решать свои финансовые задачи, а с помощью политтехнологов тоже не русских, как правило, будут там имитировать какую-то Россию, русский народ, русское общество, русское государство, ну и все остальные народы тоже. Хотя с ними сложнее, поскольку в отличие от русских они этносы, а русские не этнос в полной мере этого слова, русские больше, чем этносы. Отталкиваясь от этноса, русские стали народом, то есть субъектом истории. Вторая, ну это внешняя угроза, конечно, но будут отщипывать потихонечку от этой территории. Если тут местные правящие элиты в России будут строптивыми, ну их будут ставить на место, строить, прессовать. Страдать-то будем мы, понимаете, прессуют какую-нибудь правящую элиту, а кровью расплачиваетесь. Вот вы, например, вы молодой человек, вам идти умирать, вам будут какие-то медийщики рассказывать в ухо, за что вы умираете. В Галиции, в какую-нибудь галицийскую грязь вы упадете, понимаете. И как это в песне. Такая песенка была, она, конечно, в советское время, но очень неплохая. Из села мы трое вышли, трое первых на селе, и остались в Перемышле, трое гнить. А брала русская пехота галицийские поля. Брала русская бригада галицийские поля и досталась мне в награду два железных костыля. Из села мы трое вышли, трое первых на селе, и остались в Перемышле, двое гнить в сырой земле. Я вернусь в село родное, поклонюсь своей жене, руки ноют, ноги ноют, словно вновь они при мне. Ну, так и будете жить, если будете воевать за их интересы. Как воевали русские за интересы Николая II в Галиции, за то, чтобы они там... Где-то кто-то разжился Албанией, для того, чтобы бесплатно Босфор проходили чьи-то суда. Интересы правящих лиц не совпадают с интересами народа. Когда русские это поймут, вообще все народы нашей страны, то жизнь расцветет интересными красками.